здравствуйте друзья у нас вопрос я зачитаю добрый день михаил здравствуйте нужен ваш совет дело в том что я жадный до успеха человек я не могу себя простить за прошлые ошибки промахи постоянно говорю себе вот если бы ты был умнее трудолюбивее не занимался бы ерундой более рационально использовал свои ресурсы то был бы намного ступеней выше это все наседает на меня и мне тяжелее двигаться тяжело заплатить деньги когда нужно которые я долго и тяжело зарабатывал тяжело от того сколько денег я потерял или не заработал по своей недальновидности глупости лени прочим изъяном вы умный человек и прожили долгую жизнь очень хотелось бы услышать ваши размышления по этому поводу был хорошо если вы записали видео на эту тему мы сейчас прямо и запишем хочется жить лучше но постоянные страхи и слабости тянут на дно я бы знаете с чего начал вот с последней фразы когда человек говорит хочется жить лучше и а это как ну не ну понятно что вот ты как-то живешь а лучше это когда больше ну чего-то больше удовольствия денег то что называется писав майнд да там мир в душе так далее и ну в тех единицах которых хочется больше или там лучше и так далее качественное количество вот она и лучше нам и я вспоминаю такую хохмачку не знаю было ли это на самом деле но вот рассказывают что рокфеллер ну имел там сколько друзей тоже как мы все у него друзья и вот дружбан дружбан ему говорит ты понимаешь гает не сплю по ночам добит а чё понимаешь будет вложил там много бабок в одно дело риск большой и и вот я из-за этого риска там потерять можно и там еще не могу успокоиться вот гложет его понимаете то он соответственно то есть вот как наш герой он что-то делает а его гложет и ему рокфеллер говорит ну так ты переложи деньги в такое место где ниже риск он говорит ну насколько ниже горокфеллер он говорит up to the sleeping point то есть ну до точки сна да ну вот где спать будешь вот туда и унеси то есть понимаете вот это противоречие противоречие между тем что хочется больше и тем что ты спать уже не можешь и ты себя поедом ешь и так уже никакие деньги не нужны понимаете когда человек больной когда у него все плохо есть человек у которого мало денег и ему хорошо а есть люди у которых много денег и им очень плохо так что вы хотите ну смысле конечно хочется и много и хорошо даже вопросов нет но хочется говорит ему хорошо жить лучше жить отлично отлично это дверь этот двигатель прогресса если бы человеку не хотелось больше лучше и так далее ничего вообще в мире не происходило казалось бы уже мы сегодня живем так человечество в целом на планете как вообще никогда не мечталось даже в истории до 100 лет назад не мечталось же творится и все мало понимаете хочется этого 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 всего хочется еще больше хочется значит конкретно вот этой истории в магазине я книжном был на днях и есть человек один но можно сказать что на мотивационный такой спикер но он вообще по делу об успехе говорит у него четыре десятка книжек его зовут джон максвелл и я прочитал может быть пяток и как бы с моих с моей точки зрения самый классный спикер вот такой который говорит на этой теме на эту тему который вот ныне живущий и его приятно послушать и вот я видел книжку и я не читал ее атака на полочке так стояла и вот название знаете иногда название книжки а стоит целые книжки и вот название было такое иногда мы выигрываем а иногда учимся а как нельзя проиграть понимаете когда человек говорит вот я тут пожадничал там у меня я поленился там я еще что-то еще что-то еще и что и вот у меня не получилось эй но ты чему-то научился наука денег стоит то есть иногда у тебя получилось вот и заработал там денег например да и ты рад что ты заработал денег но ты не научился ну вот вышло так когда в другой ситуации ты окажешься и потеряешь может вдвое больше потеряешь и потерять это и есть тот момент когда ты учишься потому что когда у тебя не получается ты учишься в этом смысле удивительный человек вот я все время в мыслях возвращаюсь в такой ситуации к нему это президент линкольн который если посмотреть на историю таскать того что с ним происходило в жизни он он был какой-то патологический неудачник то есть он все время что-то начинал и она все время чем-то кончалось неудачным но он никогда себе не не сказал давай-ка я вот сейчас я понял что-то и вот я сейчас это сделаю но сделаю хорошо он каждый раз сделал следующий шаг он говорил ага не получилось понял что то идем дальше он идет дальше и и берет на себя нечто новое и там у него опять не получилось ну потому что что-то там вот тоже он не знал но он понял и он дальше шел он стал президентом соединенных штатов до авраам линкольн стал президентом соединенных штатов вы можете сказать но у него и там плохо закончилось убили мужика правда это правда вот но речь о другом в данном случае идет что он продолжал расти потому что он никогда не отступал назад на уровень комфорта где он говорит о это я понял вот сейчас сидим бы тут вот крутим вот вот на этом месте значит там окучиваем и вперед нет поэтому не надо относиться к неудачи как к потере неудачи это не потеря неудачи это приобретение приобретение жизненного опыта знания и знание стоит денег ну ну да ну конечно обязательно стоит вот там в школу ходил здесь ты я не знаю там может с репетитором занимался здесь тебя жизни учила все стоит денег но разве есть что-то на свете более ценное и более разумное чем вложение денег в себя в свой опыт в свое знание в свой профессионализм и так то есть вы не могли лучше эти деньги потратить вы потратили их на себя на то чтобы лучше что-то понимать и единственно что нужно изменить вот во всей этой схеме нужно изменить отношения потому что вы делаете для себя что-то классное ну то есть либо вы заработали там какой-то инициативе там или что чем вы там измеряете день если не деньгами вот либо вы чему-то научились и вы все время идете вперед либо в этом качестве либо в том вот я например смотрю на на свой канал вот как как ютюбер да я могу сказать что есть ну не знаю там с десяток интересных показателей на канале которые мне вот любопытно как они развиваются и каждый раз когда что-то происходит я радуюсь ну так немножко там допустим там не знаю 100000 подписчик 150 тысячный подписчик там 200000 там я надеюсь скоро будет значит то есть растет подписка хорошо бывает подписка не растет просмотров много лайков много комментариев много ну понимать какое-то вдруг видео старое выстрелило такое пять лет назад там что-то наговорил и вдруг на него трафик какой-то попер и там вот у меня у меня был такой случай есть видео там под миллион просмотров я бы написал пять лет назад и вдруг она как рвануло и из этого миллиона там 700 тысяч набежала за три месяца бывает то есть все время что-то происходит чему можно порадовать оно объективно происходит вы можете субъективно отказаться от этой радости может сказать какая это радость понимает а можете порадовать поэтому это только вопрос отношения поэтому если вы хотите радоваться какому-то успеху какому-то прогрессу у вас всегда есть какой-то успех и какой-то прогресс если вы перестроить и свои фильтры когда вы говорите ой я такой я сикой у меня там что-то но минуточку вот вы такой как вы есть примите себя таким как вы есть вы являетесь своего рода венцом таскать творение это вот мы все являемся каждый из нас мы все то есть этот продукт чего-то такого большего чем мы сами до высокий творец как бы приложился и мы идеальны по своему дизайну по своей конструкциям абсолютно идеальны мы вершина того что в природе существует вот и каждый но мы разные один идет таким путем другой идет с таким путем откуда вы знаете как должно быть вы смотрите на других людей ведь вот у него получилось у этого получилось а у меня не получилось да вы не знаете у кого чего получил вы понятие не имеете сколько раз обломался вот этот который успешный понимаете пока у него получилось то что у них то что вы видите что у него получилось и думаете вот ведь как люди то могут все что он может он не есть себя поеду он правильно относится к тому что происходит он говорит смотри-ка тут заработал здесь чему-то научился что такое научился следующий раз заработаю ну если мы в деньгах измеряем значит а как же как как еще то это это только вопрос отношения давайте еще раз пока мы ставим гляну значит он 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 себя поедом ест и называет себя жадным до успеха человеком вы не жадный до успеха абсолютно значит если вы были жадный до успеха то вы бы занимались успехом а вы себя поедом едите этим это это совершенно ниже это не совершенно другое качество человек мнительный да может быть я знаменителю не мить но вот вы есть вот американцы говорят что-то в юар хорошо что я сел в том или то в туерселф то есть вы к себе предъявляете какие-то более высокие требования спуску себе не даете там и так далее но это не жадность до успеха вот когда у тебя фокус на успехе у тебя нет времени и сил на то чтобы себя поедом есть и энергию свою созидательную гробит на непонятно на что есть еще один мотивационный такой спикер я его очень люблю покойный ныне и он на интинге его зовут и вот и он на интинге он когда-то в пятидесятые годы было дело в конце 50 он написал диск пластинку написал но там получилось так что он руководил страховой компании в тот момент он купил страховую компанию и он этим селс пипал там давал им накачку и тут он захотел поехать отдохнуть на пару месяцев и ему сотрудники послушай ты уже едешь молодец но запиши хотя бы на пластиночка мы будем им проигрывать 3 тренинги по продажам он записал на пластиночку и потом пошло поехало это была первая в истории соединенных штатов пластиночка которая стала золотым диском то есть продалась более миллиона копий этой пластиночки то есть он стал таким легендарным совершенно человек и вот и он на интинге он в одной там из своих мулек он рассказывает что вот проведено исследование о том что беспокоит людей что беспокоит людей и говорит я я процентов точно не помню но и так примерно так с моих слов 25 процентов это то что было в прошлом все такое в прошлом мы не можем изменить ничего ты можешь беспокоиться чуть-чуть ты можешь беспокоиться очень сильно ты можешь все свои нервы туда отдать но не изменится ничего это было в прошлом еще там процентов не знаю 35 это то это такие беспокойства которые... Ну, вот мы ничего не можем сделать. Вот кому-то там не нравился Обама, а кому-то не нравился там, я не знаю, не нравится Трамп. Но мы не можем ничего с этим сделать. Оно есть, оно в природе существует. Мы можем заняться своими делами, а можем не заняться. Вот, собственно, и все. Можем заняться чужими. Они очень хотят, чтобы мы занимались их делами, а не своими, кстати. И поэтому выливают на нас всю эту ахинею. И дальше есть еще всякие беспокойства значит, я там не помню, еще какие-то там классификации какая-то идет. И остается 8%. 8 из 100% того, что людей тревожит, беспокоит, осталось только 8% того, что они реально могут пойти, сделать, изменить и вы. И вот как вы тут формулируете, хочется жить лучше. 8% того, что людей беспокоит, это то, что они могут пойти, сделать и действительно жить лучше. И люди успешные, говорит Эрл Найндингелл, отличаются от людей неуспешных тем, на чем они фокусируют свое внимание, что их беспокоит. Если их беспокоит проблемы мировой революции, вот мы в СССР жили, там свои проблемы вообще никого не беспокоили. Там присмотрена партия, КГБ, все присмотрели. Поэтому все наши устремления мысленные были, там у нас Вьетнам, Никарагуа, там, я не знаю, Ближневосточный конфликт, там социалистический лагерь, там президент Франции прибыл с официальным визитом в Австрию, и у них опять ничего не получилось, поскольку они капиталисты все. Вот вот новости, какие были. там поэтому что сказать, вот эти 8%, которые можешь изменить, вот тогда, если когда ты на них будешь фокусироваться, вот тогда ты будешь успешным. Поэтому возвращаясь к термину жадный до успеха человек, жадный до успеха человек не позволит себе транжирить свое время и свои ресурсы, и свою нервную энергию, и так далее, и свой потенциал в самом широком смысле этого дела, транжирить это все за пределами 8%, где он может мгновенно, эффективно, максимально эффективно двигаться вперед. И двигаться вперед вы не должны относительно всего человечества, вы должны двигаться вперед относительно себя самого. Вот возвращаясь к мысли о том, что мы все разные люди, но по дизайну мы совершенны. Поэтому мы разные. Вы такой, как вы есть. Так? И вы в этом плане совершенно замечательные. Не надо думать, что вы ленивый, жадный, злой там и неправильный. Вы идеальны. Я идеален. Вот любой из тех зрителей, которые нас сегодня слушают, сейчас слушают. Мы все идеальны. Мы все идем своим путем. К чему идем? К тому, чтобы быть еще лучше. Вот собственно и все. К тому, чтобы больше реализоваться, к тому, чтобы больше дать в мир чего-то хорошего, того, что мы можем дать. Вот мы идем этим путем. И нельзя сказать, вот посмотри, вот он вот так делает, а ты вот так. Ну он это он, а я это я. Значит, он это так делает, а я это так делаю. Мы же не можем все быть одинаковыми. И не должны, самое главное. И переживать по этому поводу не надо. Поэтому переживать надо не о тех деньгах, которые вы не заработали, а о тех, которые вы не заработаете, если будете думать о том, что вы когда-то не заработали. Если конкретно вам эти деньги. Вообще есть люди, которые с деньгами труднее расстаются. Есть люди, которые легко расстаются. Вот смотришь, вроде у него никогда зарабатывает много денег, нет никогда. И на него все идут, идут новые деньги. А другой вроде бы он экономный такой, все, а денег тоже нет, не зарабатывает, ничего-то не получается. Понимаете, поэтому бывает транжира, а ему деньги идут. А бывает такой скупердяй, а ему не идут. Будьте тем, кто вы есть. И не переживайте, скажите, я совершенен, но я двигаюсь, я на пути к еще большему совершенству. Я не транжирю в свое время, вот мои 8%. Значит, если какая-то мысль пришла, и я не вижу, что я с ней буду иметь, вот сейчас, с тем, чтобы стать лучше, гнать эту мысль, к чертой матери. Потому что дофига других, которые позволяют вам быть лучше. Все. Вся история. Хорошо? Друзья, чтобы нам всем быть жадными до успеха. В прикладном таком плане, чтобы этот успех был жадный до нас. О! На этом мы с вами расстаемся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова